Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сегодня хочется сказать немножко иначе. Дорогие прихожане, досточтимые меньчане, да и все жители нашей Беларуси, которые смотрят сегодняшний эфир. В преддверии праздника Нового года и мне желанно присоединиться к праздничному настроению и радости. Но радость у каждого разная. Чему мы радуемся? В чем же ее причина? – спрашиваю я себя. В смене одного дня другим. Такие перемены случаются один раз в году 365 раз подряд. И для природы ночь с 31 декабря на 1 января ничего не значит. Природа совершенно по своему замыслу и цикличности. У нее нет прошлого, нет будущего. Природа цельна во времени и константна. Несмотря на то, что постоянно меняется, в ней что-то рождается, что-то умирает в один и тот же момент, но эти внутренние изменения – лишь процессы в едином организме, который постоянен. Поэтому смена дня и ночи для природы означает лишь отсутствие или наличие солнечного света и не более. Для человека же ночь с 31 декабря на 1 января несет некоторый смысл. Поскольку человек, как отдельная составляющая этой природы, поступательно движется к своей конечной точке. И каждый уходящий год сокращает его пребывание на земле. Но тогда закономерно можно задать вопрос – а в чем же радость? Лишь печаль видна в том, что настоящее неумолимо превращается в прошлое, а будущее, которое сулит счастье, недосягаемо. Ведь как только оно становится настоящим, то сразу же переходит в прошлое. А прошлое счастье, как известно, прошлое счастье, как известно, не вернуть. И будь человек просто частью природы, угасание его бы не печалило вовсе. И не нужно было бы придумывать себе праздник нового счастья или новой шубки, нового ноутбука или новой наколки. Человек же наделен разумом и волей. В его телесный состав входит дух. Тело – часть природы. Дух – поток божественной энергии в человеке. Он дает ему возможность понять, что такое вечность. И он дает возможность прозревать свое бессмертие. А это понятие не сродни константности природы. Вдумайтесь. Природа бесконечна. Вечность – вечна. Этим же отличается ад от рая. В аду бесконечность. В раю – вечность. Если бы жизнь человека на земле длилась бесконечно долго, она стала бы адом для него и никак не раем. В бесконечности нет творческого начала. Ход самой природы есть только творение. Но творчество мы найдем в вечности. Потому что Бог есть Творец всего. Вот и получается, что человек понимает скоротечность времени на фоне своего знания о вечности. И если он продолжает исчислять его минутами и цифрами, то попадает в западню. Здесь граница между Старым и Новым годом становится его надеждой на то, что цепь прервется. От накрытого стола появляется иллюзия сытости, от танцев – иллюзия веселья, карнавала, за масками – скрывающиеся страдания, за пожеланиями благополучия, иллюзия богатства как средство якобы лучшей жизни и большей радости. Но именно от этого цепь бесконечности не прерывается, а печаль времени лишь усугубляется. И вот на этом фоне христианство – удивительнейшая религия. Она соединила в себе бег времени и вечное дыхание Вселенной. Скоро наш праздник Рождества по юлианскому календарю. Кто-то его уже встретил по григорианскому календарю. У нас он еще впереди. Мы будем праздновать торжество единства времени и вечности. Сын Божий стал смертным человеком, но своим божественным естеством он победил смерть. И теперь череда лет стала не страшна для того, кто вдохнул свободу жизни вечной. Кроме того, христианство подарило человеку молитву, и теперь память, которая есть связующая нить прошлого, настоящего и будущего, облегшись в слова, обращенные к Богу, сама становится вечностью. Память заставляет человека подводить итоги прошедшим событиям, отфильтровывать мелкое и суетное, сохранять великое и важное. Поэтому на новогодний праздник мы вспоминаем, что сделали в уходящем году, и что Бог даст, сделаем в следующем. Вспоминаем, а не просто накладываем салат под шубой в тарелку и чокаемся бокалом с шампанским. К чему все эти мои рассуждения в канун Нового года? Взгляните, ни один город не вырос сам по себе, ни один дом сам по себе не построен, ни одно письмо само себя не начертало даже в компьютере. Это сделал человек. Нужен энтузиазм, тот божественный огонек внутри каждого человека, который мотивирует его на созидательный труд. Наше творчество – это наша связь с вечностью. Поэтому все, что мы сотворили своими руками, придумали своей головой, останется в памяти. Творчество есть труд, но не труд лишь за материальное вознаграждение, а во имя цели. Вознаграждение – это средство развития. Творчество же всегда отвечает на вечные вопросы. Оно служит любви, заботе, радости, счастью другого человека. Если наш прошедший год был таким, мы будем всегда счастливы. И для нас этот праздник смена дня и ночи станет осмысленным, радостным рубежом. Нас не будут страшить перемены в следующем году, поскольку Господь рядом, а значит, и вечность немножко наша. Поскольку мы не боимся работать и имеем любовь к своим родным и близким, мы знаем, что в измерении земном мы государство, Республика Беларусь. А в измерении вечном мы Церковь Христова. А поэтому все неудачи – это результат, может быть, и нашей пассивности, и нехватки божественного огонька в нашей собственной душе, нехватка воли нашего духа. Вот почему, провожая прошедший календарный год, мне тоже хочется подвести его итоги. Думается, главным событием для нашего Всехсвятского прихода, а может, и всей Беларуси было освящение главного престола храма-памятника в честь всех святых. Храм-памятник встал на нашей земле во время нестроения и расколов вокруг нас. Он стал нашей новой духовной осью, открывая путь к небу через память поколений. Храм-памятник посвящен всем святым, известным и неизвестным, то есть полноте Церкви Христовой, как единого Его тела. Посетитель этого храма, переступив порог, ощущает личную причастность к Церкви, как собранию и живущих ныне, и пребывающих на небесах душ. Храм-памятник воплощает в себе народную и историческую память белорусов. Повторю, что сказал в начале. Память – это соединяющая нить поколений, это в какой-то мере идеализированное прошлое. Идеализированное в том смысле и для того, чтобы потомки брали из истории лишь суть, самое важное. В крипте храма-памятника все очевидно. Нам, белорусам, важен мир. И мы, как никто, должны своим трудом, своей молитвой, своим каждодневным служением добру его приумножать и тем самым вписывать свои имена в вечность. Кроме этого, храм-памятник – это результат все того же энтузиазма многих людей. В его строительстве опосредованно участвовал каждый гражданин, жертвуя частью своего достатка, а непосредственное участие приняли более двух тысяч человек. И каждому я еще раз хочу сказать искреннее спасибо. Спаси вас, Господь! И пожелать внутреннего крепкого духовного стержня, подобно устремленному движению храма-памятника в небо. Хочу пожелать внутреннего божественного огня, чтобы быть горящей свечой и светить близким людям так же ярко, как солнечные блики отражаются в куполе храма-памятника. Огромной свечи, которую зажег белорусский народ за своих предков. Освящение храма-памятника символично совпало с праздником Покрова Божией Матери. Верю, что это знак того, что Пречистая Матерь не оставит наш народ в беде, защитит от врагов видимых и невидимых. Но нужно помнить, что Богородица и святые и сам Господь ничего не сделают без нашей воли и желания. Не нужно думать, что храм достроен, все сделано чинно и великолепно, и теперь можно отдохнуть и расслабиться. И да, и нет. Храм поставлен, чтобы в нем дышала наша молитва, чтобы мы, являясь членами Церкви Христовой, причащались при чистых теле и крови Христа, чтобы пребывать в единстве и с Богом в вечности. Я всем желаю в наступающем году сохранить и приумножить личное усердие и свои труды. Я желаю испытать радость бодрствования и напряжения сил, творчества и созидания. Пусть результат труда каждого человека, а все мы, как принято говорить, у нас несем свое послушание во благо общества, каждый на своем месте, пусть результат этого труда созидательно укрепляет наше государство. Пусть из нашей среды исчезнут ропот и пассивность, и на их место придут настоящие поступки. Я желаю каждому испытать радость молитвы, покаяния и причастности к вечности. Счастливого Нового Года! Счастливого Нового Года Продолжение следует...